Пасхальные торжества у православных в этом году продлятся до 5 июня, когда накануне Вознесения в храмах проведут службу по отданию Пасхи. Впрочем, большинство верующих отмечают не все 40 пасхальных дней, ограничиваясь только Светлой Седмицей. Меж тем, на Руси все дни Светлого праздника были особым временем, когда во главу угла ставилась помощь ближним, слабым, больным и обездоленным. Нередко для сбора средств проводились благотворительные акции и концерты. Идею возрождения традиции подхватили в Театре оперы и балета, где состоялся пасхальный концерт Всемарийского детского хора, собравшего 360 юных талантов со всей республики. Дети выступали в сопровождении симфонического оркестра, в программе пасхального концерта, произведения Мусоргского и Чайковского, а также русские народные песни. С кровавых, не пришедшие полей, не в землю нашу появились когда-то, а превратились в белых журавлей. Напомню, Всемарийский детский хор был организован полтора года назад. Репертуар очень разнообразный, но к этому концерту мы специально подготовили пасхальный репертуар, то есть у нас много духовных произведений, акапельных, и как раз к годовщине Великой Отечественной войны у нас тоже был подготовлен блок песен, посвященных Великой Отечественной войне. Отмечу, что средства, вырученные от продажи билетов на пасхальный концерт, будут направлены на развитие и поддержку Всемарийского детского хора. Продолжение следует...